Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя, и я сейчас нахожусь, ну, пока еще не совсем, конечно, город-сад, но пока еще это все делается, и я решил сюда прийти одним из первых и посмотреть, как это все делается, и какая красота ждет людей, которые придут и будут смотреть на это все. Не, ну красиво, что-то вон с СДМ, мебель. Вон там. Ну, пока идут все эти приготовления, и за ночь здесь просто все зацветет и засияет. Будет просто, я думаю, очень-очень красиво и сказочно. Туда приедет пол Воронежа, это точно, даже, наверное, и весь Воронеж, потому что тут всегда на эту выставку многие воронежцы приезжают с удовольствием, даже не только из Воронежа, но также из ближайшего района, из ближайших городов, чтобы посмотреть здесь, как это все будет сделано, пофотографироваться. И я думаю, то, что будет здесь просто аншлаг. Ну, уже есть такие выставки, где можно пофотографироваться, посмотреть, как это будет выглядеть в будущем. И я думаю, то, что здесь будет завтра, просто аншлаг. Все после работы поедут сюда смотреть быстрее. Ну, может, конечно, не после работы, а вот в субботу, в субботу точно здесь просто будет не протолкнуться. Чтобы пройти к какому-нибудь выставочному экземпляру, пофотографироваться, нужно простоять такую очередь, то, что, блин, офигеешь, скажешь, зачем я тут стою. Пока еще, конечно, закрыто все находится, наверное, специально, чтобы люди еще не видели, что здесь будет и как. Хотя, может, это еще ничего тут и нету, кто знает. Ну, вся выставка, она проходит там. Ну, да, да, да. Нет, здесь еще будет делаться, скорее всего. Пойдем, вон там зонтики посмотрим. А ты знаешь, что у нас на Владимира Невского сделали? Вот, аллею зонтов, мини-рынок. Вот туда тоже надо съездить и посмотреть, как там все это сделано. Нет, на самом деле очень красиво вот эти плавающие зонты. Не, очень красиво эти зонты сделаны. И самое главное, почему-то не тону. Блин, это, наверное, специальные зонты такие, водяные. А также возле этой надписи будет завтра просто, мне кажется, миллион людей сфотографировано. Паронис, город-сад. Так что у всех будет ВКонтакте, в Однокласснике, в Инстаграме. Все будут фотографироваться и выкладывать именно с этим названием на своей страничке фотографию. В букве О. Не, ну, кстати, вот я помню, в прошлом году тоже были надписи, стояли. И очень многие садились, ноги накидывали, вот так, в дешевую голову. Нет, красиво, тут что-то еще делается. Все обратно, пойдем с той стороны. Да, еще надо с той стороны пройтись обязательно. Ну, прям думаешь, что ничего тут еще не будет открыто. Ну, на самом деле, завтра будет открытие, и мне кажется, здесь просто еще все сделают за ночь. Работа кипит и будет, да. Мне кажется, тут такое произойдет за ночь, что всю ночь будет работать. И чтобы люди могли именно прийти и посмотреть на это все. Не, очень-очень круто. С этим праздником Воронеж, город-сад. Это, конечно, классная тема придумали. А особенно в таком еще современном парке, где можно прийти, погулять. Короче, полазить на детской площадке. Там есть и для взрослых есть и качели, и все остальное, как бы, да. Довольно-таки интересное место. А вот сюда сделано. Да, все мороженое, все на качели. А еще тут есть зеленый театр. Я все мечтаю в него попасть, посмотреть, как там будет сделано. Потому что есть одна легенда. Это то, что центральный парк, очень старинный парк. И здесь выступали все звезды. Это как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Ласковый Май, естественно, когда там люди чуть бы не подавились. Но это такая вот история. Очень красиво все тут сделано. Довольно-таки так ярко и красочно. А по центру будет бить или нет? Или вот эти будут в трубе? Не, очень круто, очень круто. Вообще светящиеся фонтаны. Очень круто смотрится вообще. Особенно в темноте, это, блин, классно. Все-таки придумали насчет этих светящихся фонтанов. У нас в городе уже, я знаю, сколько у нас таких светящихся? Я точно знаю три фонтана светящихся. Ну, в Кольцовском, ну, это, как оно, площадь это и, ну, сквер. И вот здесь вот, наверное, и все. А там? А где третий? Ну, вот он. Ну, в Кольцовском там один фонтан. Вот он, второй фонтан, а третий. Ну, который сделали, Юльчик. А, на советской, советской, да? Да, да. Три, я знаю, светящихся. Я знаю. Где площадь Победы, там вообще не работает. Ну, работает. Ну, может, в следующем году тут сделать реконструкцию. Так что все будет нормально. Так, а мы дальше проходим всякие выставки. Вот она, эта надпись, возле которой должны сфотографироваться все люди, которые пришли именно сюда. Сейчас я вам покажу, как это выглядит издалека. Вот так вот. Вот так вот. Это надпись, конечно, блин. Я помню, везде у всех просто была. И думаю, в этом году это не исключение, потому что опять это все будет происходить. Вот я же говорю точно. А если Маша согласит, идет по тебе. Короче, это выставка, мне кажется, больше то, что волонтерство, то, что у нас был чемпионат мира. И везде это все напоминает, то, что у нас самые лучшие волонтеры. И как бы, то, что у нас был чемпионат мира по футболу. Это выставка именно к этому делалась. Я так думаю, то, что по-другому никак. Красиво смотрится. Наследник. А еще очень-очень много рекламы. Что сделать? Хотя это должен быть такой, что спонсоры вкладывают сюда деньги. Но очень много рекламы, как бы, да. Тоже неплохо. Каждое место, это определенная организация. Ну да. Которая себя показывает. Это я. Это я обсудила. Просто три года назад такого я не видел, что прям реклама прям именно пестрила, да. За прошлым годом там было приурочено в город кино. И очень много было именно с кино связано. А, ну да, кстати, да, да, да. А сейчас именно, мне кажется, больше футбольная тематика, наверное. Будет идти здесь. Ну, очень много цветов. Очень много. Очень много украшено именно вот цветами. Живыми, искусственными. Вот мы были там, возле фонтана, тоже все в цветах. При входе тоже все в цветах. А здесь прям растения стоят целый парк. Ну, не парк. Мой парк. М-м-м-м. Ну, вот, как я и говорю, то, что больше к чемпионату мира ходят. А это когда отбил? Да. Да, да, да. Больше все это такая. Ворота, да. Ну, я тебе говорю, скорее всего, так оно и есть. Ну, а почему бы и нет, когда у нас в стране такой был праздник, футбольная тематика все-таки актуальна. И наша футбольная команда... Сейчас фотографируется. И наша футбольная команда заняла неплохое место, неплохо сыграла. И как бы, я считаю, правильно. Должен все-таки у нас спорт, футбол и все остальное. Больше такой тематики спортивной. И больше, конечно, детских площадок и всего остального. И больше такой красоты, чтобы было на улицах города. Я считаю, это будет замечательно и будет очень-очень красиво. И все будут люди ходить и восхищаться этим городом, которым есть много цветов, много аллей, где можно погулять. Все остальное. Так что вот так вот. Ну, мы побывали вот на таком замечательном открытии. Как бы, тут еще все делается. Все в процессе. Пока это еще не открытие. Ну, мы приехали просто посмотреть, как здесь будет. И в то же время, чтобы не толкаться. Потому что здесь будет, ну, очень-очень много людей. Я повторяюсь. То, что, ну, пройти здесь будет просто нереально. И погулять так тоже будет нереально. Ну, здесь тоже вот так вот красиво. Кыргызстан. О, моя родина. Надежда фотографировала. Да, моя родина. Вот, даже идешь по городу Воронежа, да, как бы в центральном парке и попадаешь в Кыргызстан. Интересно так все-таки. Ну, кому понравилось мое видео, кому понравилось, как все тут сделано, я так показал то, что здесь будет. И вы можете приехать и сами посмотреть на это все. И также не забывайте на меня подписаться. С вами был дядя Митя. И я буду рассказывать много историй про город свой любимый и все остальное. А где еще можно погулять и посмотреть, что интересного есть в городе. Так что не забывайте подписываться на меня. Меня зовут дядя Митя. Еще раз повторяю. Всем удачи и пока.